Напоминание микрофона. Уже обозначили, да, Максим Владимирович очень тонко подметил о том, что было бы интересно посмотреть на семей, где зависимые родители, и что происходит в самый ранний период развития от одного до трех, когда столь важна внимание, эмоциональная теплота, участие в развитии. Вот, боюсь, что это вообще лонгитюд, ведь, лет на 20. Ну, если особенность раннего развития, уже можно... Нет, ну, вообще, лет на 20 на 25, тогда вам карты в руки. Мы уже не успеем. Да, вот, да. Тоже вопрос не только не зависит от того, что сейчас ценность детей обучающих программы на планшетах, да, и приходится мамам доказывать, что возьмите эти карточки реальные и сядьте с ребенком, польза будет другая. Конечно, совершенно. И это старая история о том, что сначала научите писать ручкой, а потом пользуются интернетом. Не допускайте к интернету, пока не научитесь писать ручкой. Ну, наверное, психологически-то не допускайте. Ну, да, да. Иначе, судя по тому, тот анекдот, который есть, будет в реальности, когда бабушка уходит в иной мир и говорит, внучка, внучка, я тебе оставил целую ферму. Там поросята, козлята, тысячи, значит, горов. Где бабушка? Вконтакте. Да, и... Да, все меняется в этом мире, да. А вот, если с какого года можно... Я понятия не имею. Это вот Юль Александр ответит на этот вопрос. Я понятия не имею, но, послушайте, сначала надо научиться ручками. А сейчас еще очень много, как называемые развивающие компьютеры. Ничего против, но сначала ручками. Пальчиками. Иначе лобные доли не разовьются. И что делать? Ни памяти, ни внимания, ничего не будет. А вот еще среди не возбивающих родителей, если так, что сажать ребенка перед клавиатурой, пока он умеет писать, и кучка печатает свои ценные детские москвы. Ну, наверное, да. Но мы говорим немножко о другом. А, в смысле, вот просто... Уже 5-летние девочки пишут рассказы. Ну, наверное, да. Да, пожалуйста, это же инструменты, слава Богу. Но мы говорим о другом. Развитие тонкой моторики крайне важно, и на это надо обращать внимание. А уж как потом буду читать книжки бумажным варианте или электронным? Я предпочитаю бумажным. Да, кто-то говорит, что уже осталось, надо просто листать. Но это уже другое. Нет вопросов? Спасибо большое за активное участие. Это говорит о том, что тема актуальна, и, вероятно, будет еще множество других разных исследований в этом направлении, начиная с количества детей и с теми, у кого есть, у всех их интернет-зависимость родительская, и у кого нет, и так далее, и так далее. Спасибо. До следующих встреч.